Нам свойственно питаться иллюзиями, потому что реальность такова, что она порой устрашивает нас. И для того, чтобы изменить её, необходимо прежде заглянуть в её суть. Авторская программа Алексея Ледяева. Иллюзии и реальность. Мы за счастливые семьи, мы за счастливые браки, за крепкие семьи, потому что это основа церкви, основа человечества. Какова семья такого общества? Вы уже знаете до боли знакомый тезис. И для того, чтобы семья была крепкой, защищённой, каждый из нас должен знать, знать специфику, знать секреты, знать своё место самоопределения, своё предназначение, кто есть мужчина и кто есть женщина. И в семье главных два человека, муж и жена, от которых зависит атмосфера в доме. Ведь на нас лежит такая великая ответственность. Дети, которые рождаются, они смотрят на нас. Они впитывают нас. Они воспроизводят нас. Они будут в жизни делать не то, что мы говорим, а то, что они увидели. Поэтому так важно подать правильный пример, правильный образец. Потому что наши дети – это будущие жёны и будущие мужья. И всё, что они увидели, всё, что сфотали, всё, что записали в своём сердце, это они будут производить. Если они видели жестокого отца, знайте, что эти мальчики будут жестокими отцами. Я видел отца творящего, поэтому творю. Это закон, который никто не обойдёт. Я видел мать творящую и воспроизвожу тот опыт, который я видел. Поэтому задача нас, наша задача, родительская задача – перешагнуть эгоизм. И думать не только о себе, о своих болях, о своей правде или о своей неправде, о своих обидах или своих горечах. Забудь. Мы живём уже давным-давно не для себя. Мы живём для тех, кто продолжит наше дело. Поэтому уют в семье, гармония в семье, порядок в семье – это есть главные показатели здоровой церкви и здорового общества. Не надо идти в парламент, чтобы узнать, что происходит в стране. Зайди в семью и посмотри, что там происходит. Семья – это показатель общества. И сегодня мы поговорим о женщине, о её роли в семье, о её роли в обществе. Потому что от этого так многое зависит. Недаром говорят – ищите женщину. На самом деле, кто-то ищет женщину, чтобы убить её, обвинить её, растоптать и растерзать. А кто-то ищет женщину, чтобы сделать её счастливой женой, счастливой матерью, счастливой бабушкой. По-любому все ищут женщины и сражаются с этой женщиной. И вокруг этих женщин вращается вся человеческая история. А называться этот семинар будет «Равноправие и разнообразие», как Божий план для семейной жизни. Изначально Бог утвердил этот важнейший принцип «Равноправие и разнообразие». В результате грехопадения этот принцип был разрушен. Но во Христе Иисусе этот принцип восстанавливается. «Мужья, любите своих жён, как Христос возлюбил церковь и предал себя за неё, чтобы осветить её, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить её себе славной церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жён, как свои тела. Любящий свою жену, любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет её, как и Господь Церковь. «Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Прежде чем говорить о послушании жене мужу, необходимо говорить о послушании мужа своему главному боссу. Потому что если муж не повинуется Богу, у него, не имея, нет морального права требовать послушания жены самому себе, мы пленяем всякое помышление в послушании Христу, когда наше послушание исполняется. Равноправие заключается в том, что Бог как жене, так и мужу поставил равные условия подчинения. Дискриминация начинается в тот момент, когда требования к жене остаются максимальными, а требования к мужу отсутствуют. Вот отсюда начинается диктатура и разрушение. Равноправие заключается в том, что перед Богом равны и муж, и жена. Пусть будет разнообразие. Разнообразие не говорит о том, что кто-то из них выше или кто-то из них ниже. Разнообразие говорит о том, что они дополняют друг друга, но перед Богом они несут равную ответственность. Запомните, равноправие и разнообразие, а не дискриминация и диктатура обеспечат в нашей жизни и в нашей семье счастье и гармонию. Вопрос статуса женщины и проблема равноправия мужчин и женщин имеют важное значение для каждого народа и для каждой страны. Во всем мире наблюдается неразбериха относительно места и ценности женщины. В индустриально развитых странах, несмотря на то, что женщины занимают те же самые должности, что и мужчины, в среднем они зарабатывают намного меньше мужчин. Хотя многие женщины и делают карьеру, на их плечах все еще лежит большая часть ежедневной работы по дому и уходу за детьми. Такой жизненный темп зачастую изнуряет и приносит разочарование. Некоторые женщины запутались в том, кем они должны быть и как они должны вести себя, потому что сами не уверены в том, за что они обязаны нести ответственность. Я сегодня перед собой ставлю задачу реабилитировать женщину, потому что это оскорбительно, когда к женщинам относятся грубо, несправедливо. Бог за женщину, Он творил женщину для любви, для счастья, для справедливости и, повторяю, для равноправия. Я понимаю, что это слово скоблит сегодня многих из нас, потому что мы уже являемся продуктом некоего воспитания, то ли религиозного, то ли социального, то ли там своего, национального. Друзья мои, запомните эту фразу. Женщина и мужчина равноправны, несмотря на то, что они разные. Равноправие – это Божье требование и Божья справедливость. Во многих западных странах женщину воспринимают как конкурента на работе, в то же самое время ждут от нее исполнения традиционной роли жены и матери. Женщина, живущая в таком положении, обречена на эмоциональное и физическое насилие, бедность, болезнь и даже смерть. Можете себе представить? Женщина вообще – это ничто. Ее не обслуживают, на работу не принимают, ее права никто не защищает. Это просто как бесплатное приложение. И это не единичный случай. В других странах женщина – это просто как комбинат воспроизводства жизни. Скажите, пожалуйста, это справедливо. И это из поколения в поколение. Это становится частью философии. Это становится частью общественного сознания. Где-то пропагандируется проституция. Где-то процветает педофилия. И мы с вами видим, что дьявол, который изначально ненавидел женщину, он продолжает воевать. Он продолжает уничтожать. Он продолжает вести эту непримиримую войну против женщины. Потому что она является источником жизни. Источник жизни. Оттуда все начинается. И кто-то должен поднять голос за правду. И кто-то должен поднять голос за истину. Кто вам сказал, что мы живем в свободном и демократическом обществе и с рабовладельством все покончено. В результате такого дискримизационного отношения к женщине удерживается раскрытие ее потенциала. Потому что если бы каждая женщина раскрыла свой ресурс, свой потенциал духовный, творческий, любой, от этого выиграла семья, от этого выиграла бы церковь и от этого выиграла бы в целом все общество. Дискриминация женщин делает серой и невзрачной семью. Религиозная дискриминация женщин в церкви. Женщина молчать должна, женщина не должна служить, женщина должна сидеть дома. От этого и церкви становятся убогими. Потому что тот потенциал, который кроется в женщине, он может обогатить все, что угодно. И весь мир проигрывает, весь мир проигрывает от того, что повсеместно идет тотальная война с женщиной. Я благодарю Бога, что у нас столько женщин в лидерском составе. От этого новое поколение только выигрывает. Давайте подарим мужчине большие аплодисменты нашим прекрасным женщинам. Во многих странах к женщинам относятся плохо, традиционно, пренебрежительно. Страдания, крушения надежд, травмы, физическая угроза жизни, которым подвержена женщина, это трагично. И под влиянием этих сложившихся традиционных отношений к женщине вырабатывается шкала ценностей, распространенные мифы. Женщин считают стоящих ниже мужчин и гражданами второго сорта, исключительно объектами чувственного удовлетворения, недостаточно умными, чтобы влиять на развитие общества, исключительно собственностью мужчин. личной прислугой для выполнения нужд своих господ, предметами, которые передаются по кругу, а затем выбрасываются вон, не заслуживающими внимания и уважения. Это пропагандируется в фильмах. Об этом говорится в телевизионных программах. Друзья мои, при всех минусах, при всех, может быть негативных сторонах российского президента хочется выразить огромный респект, что 2008 год президент Российской Федерации назвал годом семьи, респектируя мужчин, женщин, детей, потому что семья – это фундамент. я думаю, что за этими инициативами стоит большое благословение и большое будущее. Мы должны инициировать любые программы, которые бы популяризировали семью, которые бы реабилитировали роль и положение женщины в обществе. Это не бесплатное приложение, это не вещь, которую можно продавать. И женщины не должны с этим соглашаться. Я рабыня, я предмет, я недостаточно умна, вот мужики, пусть они делают. Нет, нет, нас так воспитали, нас выдрессировали так, и многие женщины в это уверовали, опустили крылья и говорят, все, ловить нечего, мир принадлежит мужчинам, друзья мои, мир принадлежит не только мужчинам, мир принадлежит мужчинам и женщинам, потому что Господь, создав Адама и Еву, Он сказал им двоим, а не одному мужчине, плодитесь, размножайтесь, и Он двоим сказал, владычествуйте и обладайте землею. Мир не принадлежит только мужчинам, мир принадлежит семье, мир принадлежит супругам, бразды правления, и владычество в мире принадлежат не только мужчинам, и мужчины не должны рассматривать женщину как конкурента, они должны рассматривать его как партнера, как коллегу, как сотрудника, для того, чтобы преображать этот окружающий мир. И запомните, равноправие это Божий принцип. равноправие в том, что и мужчине, и женщине принадлежит роль руководителя, устроителя и управителя этой земли. Когда тебе платят меньше за ту же работу, которую делает мужчина, вот здесь мы должны бороться за равные права. Потому что платят деньги за работу, а не за пол. определяется зарплата по потолку твоей квалификации, а не по полу. По половому признаку. Я повторяю, пусть это отложится в вашем сознании равноправие и разнообразие. Вот Божий взгляд на семейные взаимоотношения. Но это не означает, что ты сейчас женщина придешь домой, мой муж меня гнобил, гнобил. Теперь я его сколько лет, муля? Пятнадцать. Ну вот тебе грозит срок равноправия. Это как Луис Кол однажды говорил о том, что мужчина должен быть главой семьи, он должен отвечать, его должен защищать семью. и после этого семинара один мужчина свидетельствовал ему, говорит, я пришел домой и рассказал жене, кто я, и после этого я жену не видел три дня. А на четвертый день мой левый глаз едва открылся. я очень хорошо понимаю, что мы существа мстительные, если нас кто-то унижал, то потом, знаете, гонимые превращаются в гонители. Это самая страшная тема. Уважаемые дамы, уважаемые сестры, уважаемые милые, добрые женщины, пожалуйста, не мстите нам, мужчинам. за те годы, в которые вас пожирала саранча. Простите нас и не мстите, потому что если женщины будут организовать карательные отряды, все, история закончится. Потому что, ну, история подсказывает, что столько коварства и жестокости, сколько у женщин, у всех мужчин вместе взятых, не наберется. Не зря дьявол подполз. к женщине, как вы догадываетесь. Поэтому, друзья, я к чему это говорю? Когда Бог раскроет нам в полноте трагедию, в которой мы оказались, пожалуйста, нам нужно приготовиться к тому, что мы должны набраться много мужества и простить, и просто согласиться, что мы за равноправие. Чтобы не получилось, патриархат резко поменялся на матриархат. нет равноправия и разнообразия. Амин. Любовь это есть тот балансирующий фактор, который избавит нас и от жуткого патриархального устройства, и от более жуткого феминистического матриархата. Нам необходима Божья гармония. Что же послужило причиной столь несправедливого отношения к женщинам? И в чем сокрыты истинные корни столь распространенной дискриминации прекрасной половины человечества? Женщины, как и мужчины, должны взглянуть на себя по-новому. И наш взгляд на женщину, а если точнее, на их самоотношения мужчин и женщин, должен быть сформулирован Словом Божиим, а не традициями и культурой окружающего нас общества. Мало ли, как общество смотрит на женщину, как на нее смотрит Бог, вот что нас должно интересовать в первую очередь. Если мы не знаем предназначение чего-то или кого-то, это не означает, что мы имеем моральное право с этим плохо относиться. Стоит ли проклинать чековую книжку, которую ты не можешь никак заполнить, если ты не можешь получить деньги? И говоришь, зачем эта бестолковая книга нужна? Стоит ли проклинать автомобиль, который, между прочим, в котором нужно заливать в бак топливо и масло менять, а потом еще, а из-за того, что автомобиль не идет, пинаешь и говоришь, колымага проклятая, че ты не ездишь? Если ты не знаешь потребности, если ты не знаешь предназначения, если ты не знаешь, что делать с этим, не надо проклинать. А ведь женщина это и чековая книжка, и отличная тачка. Если правильно относиться, эта тачка тебя увезет так далеко, что ты пешком бы никогда туда не добрался. Вместе с женщиной ты доберешься намного дальше, чем ты один. И вместе с женщиной ты будешь намного богаче, чем если ты будешь один. Для этого Бог и сотворил мужчину и женщину, чтобы они были и богаче, и круче, и влиятельнее, и управляли всем миром. Если ты не разобрался в предназначении, если ты не научился пользоваться, если ты не понял, в чем нужда и потребность женщины, не надо ее проклинать. Если компьютер завис, ты же не проклинаешь его, ты говоришь, здесь надо разобраться, ты делаешь перезагрузку, ты проверяешь что-то, что там полетело. Кстати, там есть одна плата, которая тоже относится, материнская плата, да? Я хоть там особо не разбираюсь, но иногда слышал, думаю, ничего себе, ничего себе, есть материнская плата. Так вот, друзья, у нас у всех, как в компьютерах, есть платы, и надо с уважением и осторожностью относиться к тому, кто находится рядом с нами. Основополагающий вопрос заключается не столько в том, что делает женщина, но кем она является. Вначале надо определить статус. Когда тебе известен статус, то статус рождает соответствующие взаимоотношения. А взаимоотношения определяют судьбу. Какой статус, таковые определения отношения. Какие отношения, такая судьба. Если ты говоришь, моя жена дура, статус, вот и будут у тебя дурные отношения, а дурные отношения породят дурную судьбу. Но если ты говоришь, что это благословение от Бога, это статус, то статус определит благословенные отношения, а благословенные отношения породят благословенную судьбу. Друзья мои, здесь работает та же схема. Статус, отношение, судьба. И для женщины тоже очень важно определить статус, если я помощник. Если я создан для того, чтобы быть дополнением моего супруга, моего мужа, то, друзья, понимая, что ни муж без жены, ни жена без мужа никогда не сможет исполнить своего предназначения на земле. Мы нужны друг другу. Мы обязаны друг другу. И дискриминация, или пренебрежение, пренебрежительно грубое отношение к женщине, это самоубийство. Это рубить суп, на котором ты сидишь. И это приведет нас к большой-большой трагедии. Итак, основополагающий вопрос не в том, что делает женщина, а в том, кем она является. До сих пор не стихают споры, где же ее место. Одни утверждают, место женщины это дом и очаг. Вот пусть сидит дома, воспитывает детей, убирается, и так далее. А другие утверждают, да нет, что вы, ее место в бизнесе, в системе образования и в правительстве. Две точки зрения. Одни считают, что она домохозяйка, все, просто убирать, стирать, мыть посуду, все, пожизненная судьба. Другие говорят, нет, это оскорбительно. У меня есть ресурсы, и у меня есть таланты. Я могу стать бизнес-леди. Я могу стать на руководящую должность. Да нет, нет, нет. Там мужчины должны быть. Почему? Почему только мужчины? Ваше дело быть в бизнесе, в министерстве образования, в прессе. Ваше дело быть в политике. Это другая точка зрения. Где же место женщины? Я должен сказать, что ни та и ни другая точка зрения в полноте не охватывают суть и полноту женского предназначения. И прежде всего мы должны утвердить, что место женщины в Боге. Если женщина определила свое место в Боге, она будет успешной и в доме, она будет успешной в бизнесе, она будет успешна везде по 31 главе притчей. Потому что сам Бог, который смоделировал, который сконструировал, как, если проще сказать, извините за такое выражение, который задумал женщину, он ее задумал и как мать, и как жену, и как управителя, и как ту женщину, которая как купеческое судно может идти, закупать, приобретать поля и вести большое хозяйство. Это частичная истина быть хранительницей очага. Это частичная истина занимать руководящие должности и быть активным менеджером, политиком или президентом. Полная истина заключается в том, что когда женщина нашла свое прочное место в Боге, Бог, как автор ее судьбы, Он сделает ее полноценным полноценным человеком, полноценной личностью, которая вместе с мужем наравне может владычествовать и управлять землей. Авторская программа Алексея Ледяева «Иллюзии и реальность» Главное, в чем женщина должна определиться не в доме и не в бизнесе, в Боге. Давайте согласимся с этим. Ну, что судьба человека от Господа. И если женщина знает Бога, если женщина слышит Бога, если она любит Бога, то любящим Бога дано знание от Него. Эта женщина не ошибется. Она не будет рассматривать деторождение и воспитание детей как каторгу. Женщина будет знать, это почетная должность. Я рождаю детей и всему свое время. Она не будет рассматривать семью как могилу карьеры. Она не будет рассматривать карьеру как могилу своего брака. Она от Бога будет иметь гармонию, указания, инструкции. Она везде успеет. Прочитайте 31 главу притчи, и вы поймете, что Бог на женщину смотрит с огромной надеждой, что она сможет в жизни изменить очень многого. Кто найдет добродетельную жену, цена ей выше жемчуга. Красота обманчива и миловидность суетна, но жена, боящаяся Господа, она будет драгоценнее всех сокровищ. Аминь. Аминь. Поэтому любая дискриминация женщины это продукт нашего невежества, это продукт нашей бездуховности, это продукт нашей гордости. мы не имеем права хоронить потенциал и ресурсы, которые Бог вложил в женщину. Женщина должна раскрыться в полной мере. Потому что это обогатит и тебя, мужик, и тебя тоже, и меня тоже. Я, например, не представляю, если бы Ольга не раскрыла моя супруга, кто смотрит меня, Ольга, это моя жена, Ледяева. Я, например, не представляю, я не представляю, во что бы превратилась моя семья, во что бы превратилась церковь новое поколение, и вообще, во что бы я превратился, если бы потенциал моей супруги не был раскрыт. Это обогащает, это обогащает всех нас. И в данном случае паритеты или равноправие это условия раскрытия потенциала. Потому что ни муж без жены, ни жена без мужа, ни мужчины без женщин, ни женщины без мужчин, они не выполнят в полноте своего жизненного предназначения, если они не будут вместе. Жена, боящаяся Господа, достойно похвалы. Определив свое место в Боге, женщина может уверенно занять свое почетное место и в семье, и в обществе. Давайте откроем Бытие 2.18. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Несмотря на то, что мужчина имел общение с Богом, но все же ему не хватало чего-то важного. мужчина нуждался нуждался в любви». Мужчина нуждался в любви. Неразделенная любовь удручает человека, одиночество человеческое угнетает. Неразделенная любовь в заводе человека в тупик. Неразделенная любовь разочаровывает человека. Настоящая любовь всегда предполагает двоих. И Бог сотворил женщину для любви, как объект любви. И главная цель, и изначальное предназначение женщины любить и быть любимой. Она была сотворена как объект любви. Для любви. В условиях любви. Когда Бог сотворил Адама, человека, Он вложил в него свое естество. А поскольку Бог есть любовь, то Бог создал человека по образу и подобию своему. То есть, вложив в него свой характер и свое естество, любовь. Первоначально Бог сотворил человека для любви, чтобы общаться с ним. Чтобы сотрудничать с ним. Чтобы делать его счастливым. Потому что любовь это искусство делать кого-то счастливым. В данном случае Бог был даятелем, а Адам был получателем этой любви. Но если ты получаешь любовь, у тебя есть потребность эту любовь отдать. Ева была сотворена для чего? Чтобы обладатель любви Божьей стал даятелем. Чтобы эту любовь на кого-то излил и передал ее. И представляете себе, когда Ева была создана и когда она подошла к Адаму, она стала объектом любви. И Адам понял, кому, с кем он разделит эту любовь. У Адама было, что рассказать. У Адама было, чем делиться. у Адама было, что разделить. Но не с кем. Но не с кем это было. И Бог сотворил женщину как объект, как принимателя, как принимающую сторону. Женщины, мы должны понять, что вы были сотворены как объект любви, для любви и во имя любви. Владычество было вторичным, любовь была первична. по отношению к Адаму Бог был даятелем, а Адам был получателем. И теперь, чтобы мужчина получатель стал даятелем, Бог сотворил женщину для того, чтобы она принимала эту любовь. Итак, так же, как мужчина был сотворен по образу и подобию Божьему, так и женщина была сотворена по образу и подобию мужчины. Потому что приниматель должен соответствовать даятелю. Даятель счастлив, когда приниматель с благодарностью принимает то, что он ему дает. Смысл взаимоотношений давать и принимать. если есть даяние, есть отношения. Если нет даяния, отношения заканчиваются. Когда Адам, проснувшись, увидел Еву, он увидел свою точную копию. Она была настолько подобна ему, что он не удержался. Ему показалось, что он смотрит на себя в зеркало, правда, с некоторыми изменениями. Поэтому он, увидев Еву, он сказал, вот плоть от плоти моей и кость от кости моей, вот моя часть, вот мое отражение. Я подчеркиваю мысль равноправия. Адам не сказал, ты, сорт второй, присядь возле того куста под крыжовником и слушай, что я тебе сейчас буду говорить. Ты должна знать теперь, кто в доме хозяин. Изначальный Божий план равноправия. Равноправие. Он говорит, вот кость от кости моей, мы вместе являемся целые. Женщина представляла то, что не хватало мужчине, а мужчина был тем, чего не хватало женщине. И получается, что полноценным мужчина может быть только тогда, когда рядом с ним женщина. А женщина может быть полноценной только в том случае, если рядом с ним мужчина. Так как женщина взята от мужчины, то он, мужчина, является по сути своей даятелем, а женщина в сущности своей является принимателем или получателем. Женщина принимает от мужчины любовь, внимание, комплименты, тепло, а также семя. Мужчина отдает, а женщина принимает. Это выражается даже в физическом устройстве. При всем сходстве и равноправии есть разнообразие, различие. И различие это сводится к тому, что женщина, принимая семя, способна зачинать жизнь и рождать детей. Это то, что не дано мужчине. Даже устройство интимных органов, оно свидетельствует о том, что мужчина является даятелем, а женщина принимателем. И физическое устройство женщины, оно Богом устроено так, что там внутри нее зарождается жизнь, что эта жизнь вынашивается, и потом на свет рождаются дети. Здесь был такой прекрасный замысел. Женщина взята из недр мужчины, и теперь мужчина, будучи даятелем будущей жизни, он дает свое семя женщине, и в недрах женщины появляется жизнь будущего поколения. Какая гармония! Вот чем заключается равноправие, что вчера из мужчины появилась женщина, а теперь из женщины появляются мужчины. Вот как Бог устроил все. И друзья мои, разнообразие не говорит о том, что существует дискриминация. Из-за того, что женщина не похожа на мужчину, это не означает, что женщина меньше мужчины или ниже по статусу. Из-за того, что мужчина не похож на женщину, это совершенно не означает, что он диктатор. Равноправие и разнообразие это Божий взгляд на семейные взаимоотношения. Бессмысленно, друзья, ставить кого-то выше, если они оба одинаково, паритетно включены в этот процесс воспроизведения жизни. Мы должны уважать. Женщина должна уважать мужчину за то, что он дает ей это семя, это начало новой жизни. А мужчина должен быть благодарен женщине за то, что она рожает ему сыновей, точерей. Бог сотворил мужчину и женщину равными и в то же время разными. Когда речь идет о различии мужчины и женщины, могут возникать иллюзии неравноправия. Но отличие или различие не означает более низкое или более высокое положение. Ни женщина без мужчины, ни мужчина без женщины, их отличия необходимы для осуществления своего жизненного предназначения. У каждого своя роль, равноправие и разнообразие, таков был изначальный Божий план для семейных взаимоотношений. Вы знаете, в одной церкви учитель спросил однажды в церкви, кто любит секс? И никто не поднял руки. А потом говорит, кто не любит секс, тот не любит Бога, потому что Бог сотворил секс. И тогда вся церковь подняли руки. Я не буду повторять этого вопроса, потому что по вашим лицам я вижу, что вы неравнодушны к данной теме. Ну и вот, немного об этом. Знаете, я недавно читал книжку Тиди Джейка, и у него такая уникальная глава здесь есть. «Атласные простыни скользят». Вы когда-нибудь видели в журналах или рекламных роликах роскошные атласные простыни? Влекущие и застилающие. Они выглядят соблазнительно, пробуждают чувственность, сексуальность и романтичность. Представьте себе черные атласные простыни с обжигающей красной розой. небрешно брошенной на них такая обстановка словно обещает ночь неудержимой страсти. Атласные простыни шепчут об эротических вечерах, о которых можно прочитать в любовных романах. С точки зрения женщины атласные простыни обладают всеми необходимыми эстетическими качествами для того, чтобы разжечь огонь чувств. Однако, я готов биться об заклад, что человек, изготовивший первые атласные простыни, никак не мог быть мужчиной. Вот то, что может нравиться женщине, совершенно может не нравиться мужчине. и мы должны понимать, что кому нравится. Я не хочу спросить сейчас, пожалуйста, брат Василий, ты на каких простынях любовью занимаешься? Ну, думаю, что какие-то выводы мы обязательно сделаем. Так вот, автор этой книги говорит, я бьюсь об заклад, что придумал атласные простыни не мужчина, а женщина. Хотя мне трудно было найти парня, которому не нравится ощущение прикосновения атласа, кожи. Тем не менее, большинство мужчин согласятся со мной в том, что атлас самый неподходящий материал для любви. Позвольте пояснить. Зимой атлас холодный, поскольку совершенно не держит тепла. А летом вы будете потеть, потому что атлас не дышит. Атлас не впитывает влаги и мнется как лен. Но самое страшное в атласе с точки зрения мужчины то, что вы на нем скользите как корова на катке. И женщина начинает выступать. Что ты делаешь? А он слетел с кровати шею сломал. А ты же атлас! Посмотри какие простыни! Ты теперь на лекарства работать будешь? Первый минус атласных простыней, что ты скользишь на них как корова на льду. Атласные простыни настоящий кошмар для мужчины, который хочет дать волю своим чувствам вместе с любимой женщиной. На таких простынях он будет выглядеть неуклюже и непривлекательно. Потому что твое внимание будет сосредоточено на второстепенных вещах, а не на главных. я тоже не люблю атласные я люблю хлопчат бумажные и еще я не люблю высокие кровати потому что я не альпинист и не скалолаз как будто на вершине что-то делаете и потом кто-то шандарах в самый неподходящий момент. Ну извините может кто-то уже приспособился поэтому мы не перебиваем вам никакого кайфа атлас значит атлас атлас значит атлас потому что у каждого своя школа многие занимаются сексом вообще в темноте там ни атласа не видно ни атласа вообще не поймешь как у Якова на утро только разобрался что это не Ревека Алия называется благословение Якова Якова я не знаю Бог есть свет и нет в нем тьмы я не понимаю женщин которые до сих пор стесняются я переодеваюсь мужу говорит выйди куда выйти к соседке что ли неужели вы не понимаете женщины что если вы не позволите мужу таращить глаза на вас он будет таращить глаза на другие объекты никогда не кляните себя ой у меня много у меня мало вы не понимаете какие разнообразные противоречивые мужские вкусы если мы сейчас собрали красавиц 17 века 15 века 19 века 20 века ты бы такой разброд увидел этой красавицы на них ориентировались с них картины писали да нету стандарта красоты запомните некрасивых женщин в природе не существует есть любимые и нелюбимые а счастливых женщин делает любовь мужчин так сделайте его разодорьте его соблазните своего мужа чтобы он с ума сошел выглядит я что как проститутка очень жаль что ты не как проститутка для своего мужа а как обольщать халат грязный одел яичницу будешь нет не буду ты думаешь он прямо такой готовый уже мы тоже эстеты мужчины правда же или как нам тоже нравится красивая привлекательная одежда почему я на сцене сейчас вот так выгляжу а дома в каких-то грязной пижаме или в кальсонах еще дедушкиных это не эстетично да еще на атласных простынях в человеке все должно быть прекрасно амин ведь согласитесь для того чтобы выступать со сцены существует одна одежда для того чтобы заниматься спортом существует другая одежда а как думаешь для того чтобы заниматься сексом существует такая одежда хоть для прелюдии или нет догадайтесь сами не смотри что подходишь побрился девочки давайте молиться за папу он маньяк у него только одно и то же на уме у него только одно и то же на уме да слава богу что у него хоть это на уме хуже будет если даже этого у него на уме не будет аллилуйя и пожалуйста не надо изображать из себя духовную женщину лежишь во время секса и на языках муж в это время старается старается она ему откровения снизу диктует ребята не надо никаких откровений во время интимной близости всему свое время молиться на языках категорически запрещено во время секса точно так же как заниматься сексом во время богослужения вы что-то получаете мы за равноправие и за разнообразие религия в церкви рождает религию в сексе что такое религия в церкви я знаю с чего все начнется я знаю чем все закончится поэтому в церковь не хожу однообразие убивает так и запишите убивает а разнообразие а разнообразие привлекает поэтому больших вам творческих идей кому опостылил секс я буду молиться за вас чтобы бог добавил творчество мужья если ваша жена задержится до трех часов на кухне шинкуя капусту значит в твоем сексе что-то неправильно помолись богу и скажи бог что-то бог как мужчина поймет тебя а мужчины друг друга в беде не оставляют он же сказал воззови ко мне я отвечу тебе покажу тебе великое и недоступное чего даже ты никогда не думал и бог сделать несравненно больше о чем ты ты же дедовскими методами работаешь до сих пор мир-то какой 21 век я не провоцирую вас я просто хочу разбить ханжество хочу разбить уродство и вот эту косность в самом главном в нашей жизни месте это наши интимные взаимоотношения пусть они будут интересные привлекательные романтические безатласных простыней если они вам мешают если нет ради бога если вы решите подарить вашему мужу подарок на рождество никогда повторяю никогда не дарите ему атласных простыней он рискует сломать ногу пытаясь повернуться на постели для поцелуя а оно вам надо жертва общительности на мой взгляд этот пример демонстрирует что красивый красивое на вид не всегда оказывается хорошим на самом деле еще важнее что мужчины и женщины смотрят на вещи по-разному ни один мужчина не изготовил бы атласных простыней а если бы все-таки изготовил то полежав на ней одну ночь отозвал бы всю свою продукцию возможно всем нам хочется встретить взгляд полной любви но бог знает что мы смотрим на вещи разными глазами мы можем смотреть на одно и то же но наше зрение будет подвергаться влиянию пола культуры и нужд в принципе это естественно мужчины и женщины разные создания с различными потребностями и ничья точка зрения не лучше никто не прав больше чем другой они просто разные я бы очень хотел чтобы вот вот в ближайшее время начался медовый месяц в каждой семье и в каждом доме я буду молиться чтобы вернулась он та прежняя чистая откровенная полноценная глубокая любовь в нашей семье и в наши дома бог есть любовь когда женщина найдет себя в боге когда мужчина найдет себя в боге наша семья преобразится наши отношения преобразятся есть две заповеди на которых стоит весь мир возлюби господа бога твоего и ближнего своего как самого себя и ближнего АПЛОДИСМЕНТЫ Не осуждай меня, Господь! Двенадцать лет я так устала. Не осуждай меня, Господь! Перед соблазном я не устояла. Если чудо нет для всех, Если счастье — это лютый и подлый грех, Прости, я этого не знала, Что исцеление своё, увы, похитила, Тайком украла двенадцать лет, Но разве это мало? АПЛОДИСМЕНТЫ Не осуждай меня, Господь! Двенадцать лет я так устала. Не осуждай меня, Господь! Перед соблазном я не устояла. И если чудо не для всех, И если счастье — это лютый и подлый грех, Прости, я этого не знала, Что исцеление своё, увы, похитила, Тайком украла двенадцать лет, То раз виток украла. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Иисус, в присутствии Твоем Мое сердце наполняет Твой покой И ночью, и днем В присутствии Твоем Я все могу преодолеть И не страшна мне смерть и сеть Я утешаюсь лишь Тобой Я знаю каждое мгновенье Ты со мной Когда приходишь ты, сбываются мечты Штормы утихают, тебя я снова прославляю Когда приходишь ты, сбываются мечты Меня ты исцеляешь, своей любовью наполняешь Иисус, в присутствии Твоем Мое сердце наполняет Твой покой И ночью, и днем В присутствии Твоем Я все могу преодолеть И не страшна мне смерть и сеть Я утешаюсь лишь Тобой Я знаю каждое мгновенье Ты со мной Когда приходишь ты, сбываются мечты Штормы утихают, тебя я снова прославляю Когда приходишь ты, сбываются мечты Меня ты исцеляешь, своей любовью наполняешь Когда приходишь ты, сбываются мечты Штормы утихают, тебя я снова прославляю Когда приходишь ты, сбываются мечты Меня ты исцеляешь, своей любовью наполняешь И снова свет, яркий свет На все вопросы есть один ответ Когда приходишь ты, сбываются мечты Когда приходишь ты, сбываются мечты И снова светит яркий свет На все вопросы есть один ответ Когда приходишь ты, сбываются мечты Музыка 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 Когда приходишь ты Тебя я снова прославляю Когда приходишь ты Сбываются мечты Меня ты исцеляешь Своей любовью наполняешь Когда приходишь ты Сбываются мечты Штормы утихают Тебя я снова прославляю Когда приходишь ты Сбываются мечты Меня ты исцеляешь Своей любовью наполняешь Субтитры создавал DimaTorzok